Здравствуйте, я сотрудник научного центра здоровья детей отделения инструментальной и лабораторной диагностики Букш Александр Алексеевич. Хочу рассказать вам о своей методике, которой я занимаюсь, это видео-ЭЭГ мониторирование и рассказать о том, как себя вести перед этим исследованием. Вкратце я расскажу, что это за исследование. Оно позволяет провести наиболее точную диагностику эпилепсии, установить ее форму или подтвердить симптомы, которые носят не эпилептический характер. Показания к применению дневного либо ночного видеомониторинга ЭЭГ. Исследование назначается при наличии клинически сложных видов приступов, в тех случаях, когда обычная электроэнцефалограмма не позволяет сделать однозначные выводы и поставить диагноз. Кроме того, есть судорожные состояния, которые не являются эпилептическими, хотя они напоминают приступы эпилепсии, но все же имеют психогенную природу. В таком случае, благодаря видеомониторингу ЭЭГ, врачи получают возможность распознать характер приступов при отсутствии эпилепсии, отменить или не назначать противоэпилептические препараты. В ходе исследования с высокой точностью диагностируются различные пароксизмальные состояния пациента. Выявляется их природа. Природа судорожных приступов, спонтанного головокружения, пароксизмально-головной боли, стереотипных движений, различных спонтанных сдрагиваний, кивков, головой, тиков, пациентов, нетипичных мимических движений, периодически повторяющихся приступов рвоты, замираний при нарушении контакта с окружающей средой, нетипичных ощущений, зрительных образов, необъяснимых ощущений и запахов. А также в поле зрения видеомониторинга ЭЭГ попадают такие признаки эпилепсии, как повторяющиеся обмороки, нарушения сна, ночные кошмары и другие виды расстройств. Теперь коротко о подготовке к исследованию. Важно, чтобы ребенок знал о предстоящем исследовании и не пугался того, что с ним будут проводить различные действия. Исследование безболезненно, но в ходе выполнения различных процедур надевание шапочки электродной, введение электродного геля может вызвать страх у ребенка. Однако он исчезнет после того, как ребенок ознакомится с исследованием и поймет, что это безболезненно. Классические требования к записи электроэнцефалограммы спокойного бодрствования предполагают, что человек как можно дольше находится в полной неподвижности, однако у спокойных детей такая возможность появляется только перед засыпанием. А для беспокойных, например, детей с синдромом СДВГ, эти моменты минимальны. Наша задача сделать максимально качественное информативное исследование. И в этом главные помощники, конечно же, вы, родители ребенка. Вам необходимо придумать занятия для ребенка, чтобы максимально переключить его внимание от проводимого обследования. Идеальные условия для записи, когда ребенок сидит на одном месте и не совершает никаких действий. Наше оборудование позволяет сделать достаточно качественное исследование во время достаточно спокойных движений ребенка. Но свобода вашего малыша на момент исследования будет ограничено пределами комнаты или кровати, на которой он будет спать. Родителям в этой ситуации необходимо придумать занятие для ребенка, которое переключит или привлечет его внимание на длительный период. Это может быть просмотр мультфильмов, чтение, какая-нибудь спокойная, увлекательная игра. Однако важно, голова ребенка перед исследованием должна быть чистой. Это не только вопрос общей гигиены. Дело в том, что выделяющийся сплотом жир довольно мощный диэлектрик и увеличивает количество помех при исследовании. Теперь коротко о методике проведения дневного либо ночного видеомониторинга ЕГЭ. Исследование проводится в специально оборудованной палате, где есть все необходимое для длительного пребывания ребенка и одного из родителей. На голову ребенка надевают специальную электродную шапочку, с которой крепятся к коже головы с нанесением специального электродного геля. В ходе видео ЕГЭ мониторинга электроды будут передавать через провода электрические сигналы, которые будут усиливаться усилителем электроэнцефалографа в 100 тысяч раз. И мы будем фиксировать показания и видеть, что происходит с вашей биоэлектрической активностью, точнее биоэлектрической активностью вашего ребенка. Исследование может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Однако врач может увеличить продолжительность при необходимости. Как правило, проводится дневной или ночной видеомониторинг ЕГЭ. Днем исследуется состояние пациента во время активного, пассивного бодрствования, а также при функциональных нагрузках и во время сна. Исследование длится дневной до трех часов. В качестве функциональных нагрузок применяют ритмическую фотостимуляцию. Это направленный свет с различными частотами в глаза. Открывание и закрывание глаз по команде, гипервинцилляционная нагрузка, глубокое дыхание в течение нескольких минут. Однако у совсем малышей достаточно возможное ограничение пробы до ритмической фотостимуляции. Теперь о ночном видеомониторинге. Он длится до 10 часов. Ребенок должен спать в теплой одежде, что важно, не накрываясь одеялом. Исследования во время ночного сна могут проводиться также с регистрацией движения глаз, миограммы, выстраиванием гипнограммы и структуры сна. Результаты проведения диагностики обычно готовы в течение нескольких дней, когда врач проведет расшифровку записи и изучит полученные данные. В принципе, это тот минимальный набор требований, которые необходимы для того, чтобы успешно провести эти исследования. И главные помощники, помимо квалифицированных специалистов, это, конечно же, вы, родители. Благодарю за внимание. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. Продолжение следует...